Число 5 в 2018 степени тоже. Сколько всего цифр? Ну, скажем так, если взяли 2 в первую и 5 в первую, то сколько цифр? Количество. Количество. То всего 2 цифры. Если 4 и 25, то 30. Если 8 и 125, то 40. Смотрите дальше и поймите, какая это кномерность. А когда будет 2 в степени 2018 и 5 в степени 2018, сколько всего будет цифр? Получится 2019 цифр. Это правильный ответ. То есть, если берешь 2 в степени n и 5 в степени n, цифра будет n плюс 1. Отлично, осталось это доказать. Ну, кстати, перемножим эти числа. 2 в степени n на 5 в степени n, а то 10 в степени n. Да. При перемножении происходит что-то не очень понятное. Нет, происходит то самое смещение и не больше, чем на один разряд. Именно. А происходит оно ровно на один разряд. До ответа все мгновенно догадались. Правильно? Да. Ответ 2019. Осталось этот ответ четко доказать. Более того, идею более сейчас даже сказало. Когда умножаешь, действительно там вот происходит столбиком. Все замечательно. Ребята, а что значит в числе x цифр? Как это записать в формулу? Такое трехзначное число. Ну, а может на а. 100а плюс здесь и b плюс c. Нет. Как в виде неравенства? 100 значное, нет, трехзначное число. Это от скольки до скольки. Больше 100, меньше 1000. От 100 до 299. Как это записать в виде неравенства? 100. Меньше, ну, больше 99 лет, что-то. Нет, то есть, про 99 это очень хорошо. А как записать, что вот это число, 2 в степени 2018, состоит из x цифр? Это значит, это больше чего и меньше чего? Больше чем x-1, например, и меньше чем x-1. Нет, посмотрите, 10 в степени x-1, чем 10 в x-1 и меньше, чем 10 в степени x. Пожалуйста, все запишите себе эти два неравенства. Дело в том, что самое маленькое x-значное число, это 10 в степени x плюс 1. Самое маленькое x плюс 1 значное число, это 10 в степени x. Значит, здесь должно быть больше или равно, а здесь меньше. На самом деле, я имею право не писать микробой, к чему? Потому что 2... Потому что это не степень 10 в степени, потому что 2 в 2016 на 5 в течение недели. Поэтому на самом деле я могу рискнуть, кстати, строго говоря, меньше. Отлично. А что значит, что число 5 в 2018 содержит y цифр? То же самое. Здесь 10 в степени y, а здесь 10 в степени y-1. Что теперь сделать с этими двумя неравенствами? Сложить? Ну ладно. Перемножить? Перемножить, конечно. И что получится? Развоз 2 цифра. Что бывает, когда умножаешь 10 в степени x на 10 в степени y? Число с x нолями умножается на число с 3 нолями. Количество нолей складывается. 10, 10, 10, x сразу умножить на 10, 10, 10, x. Да, получается 10 в 2017. Молодец. 2х5 это 10. Поэтому здесь получается 10 в 2018 в степени. Да, а здесь получается 10 в степени x минус 1 плюс y минус 1. Господа, это можно записать более понятным образом. Число 2018 расположено между числами 2018, меньше, чем 10 в степени x плюс y минус 2. Пожалуйста, подумайте дальше, что мы реальнируем. Значит, число 2018 расположено между двумя целыми числами, отличающимися на кольку. Значит, 2018 равно x плюс y минус 1. Абсолютно верно. 2018 это просто x плюс y минус 1. А, значит, x плюс y минус 1. 2019. А, ну, ребят, обратите внимание. Это, что называется, совсем несложно. То есть, я не говорил ни про какого умножения столбик. Хотя, на самом деле, если понимать, как происходит процедура умножения столбик, то тоже все понятно. Там именно из-за того, что все нули, там должен был получиться новый перенос козля. Но вот так, просто при помощи неравенств, честное слово, очень понятно и легко все получается. Будешь понял? Да. Прямо красиво. Да.